Всем привет в комментарии и добро пожаловать в новое видео! И давайте сегодня поговорим о тех ситуациях, когда фанаты полностью бойкотировали либо же айдолов, либо их компанию. Что же там такого ужасного они могли натворить? За что заслужили бойкоты фанатов? Давайте вместе с вами с этим всем разберемся, ну и конечно же пишите свое мнение обо всем этом в комментариях. Ну и также подписывайтесь на мой инстаграмчик, где происходит моя реальная жизнь. Все новостишки в первую очередь появляются именно там. Ну и конечно же я вас всех очень сильно люблю, мои зайки, ну а мы начинаем! И первый такой человек это Сон Мин из группы Супер Джуниор. Что же такого он натворил, что эльфы решили его бойкотировать буквально? А это то, что он слишком сильно увлекся своей личной жизнью. В какой-то момент у группы было такое возвращение, у них намечался японский тур, но Сон Мин такой, нет, у меня вот скоро свадьба. Фанаты такие подумали, что что-то тут не так. Почему его день свадьбы назначен на различные мероприятия, связанные с группой? Они предложили ему поменять день свадьбы, компания предложила ему поменять день свадьбы, но он четко заявил, что нет, ему свадьба куда дороже. И соответственно фанаты стали подозревать неладное. Фанатам это стало не нравиться, несмотря на то, что другие участники группы Супер Джуниор говорили, что пожалуйста, не бойкотируйте Сон Мина, все хорошо. Они пытались как-то поддерживать связь с фанатами, чтобы те не надумывали лишнего. Но фанатам не нравилось то, что это не делал сам Сон Мин. То есть он просто исчез, ему стало плевать. Он занимался своей личной жизнью, занимался своей свадьбой, а с фанатами даже не хотел говорить. И только потом, когда фанаты добились его отстранения от деятельности группы из-за всей вот этой вот неразберихи, он наконец-таки осознал и сказал, что ну да, он поступил неправильно, ему все-таки следовало выходить на контакт с фанатами, но он не хочет мешать деятельности группы, он не хочет мешать продвижению группы, он не хочет как бы устраивать конфликт между группой и фанатами. И поэтому он просто уходит в закат, он удаляется, и он не будет участвовать в камбэке. И таким образом, как бы все более-менее мирно уладилось, но тем не менее, он заслужил себе бойкот, потому что предпочел личную жизнь фанатам. А вот во второй ситуации бойкот заслужила не сама группа, заслужила компания. И эта компания заслуженно это получила, потому что они постоянно творят какую-то дичь. И это, собственно говоря, YG Entertainment и фанаты группы Icon. Что же такого произошло? А то, что фанаты были возмущены, насколько непрофессионально, компания YG подходит к продвижению группы Icon. И, соответственно, они не заботились ни о их состоянии, они назначали даты мероприятий как-то рандомно, вообще непонятно, не связываясь с самими участниками, никак с ними не контактируя, ничего не делая. Просто давайте мы вот так вот все натыкаем эти мероприятия, а потом забьем на эту группу, плюнем на нее, и пусть они там себе в подвальчике отдыхают. И, соответственно, фанаты составили петицию. Они составили обращение, по-моему, на 18 страницах компании YG Entertainment, Ян Хюн Соку напрямую, чтобы они, наконец-то, нормально занимались продвижением группы Icon, чтобы они давали им соответствующие камбэки, чтобы они заботились об их здоровье, об их состоянии, о том, что вообще происходит с участниками, чтобы они как-то на контакт с ними выходили. Но те сказали такие, а, нет, ну, как бы, вот, в сентябре где-то там вот выйдет новый альбом, вот ждите, просто ждите. И через несколько часов это сообщение Ян Хюн Сока было удалено. И, соответственно, получается, что они банально забили на все это обращение фанатов, на все эти слова фанатов. И это вывело фанатов из себя еще сильнее. И они стали даже петицией составлять все новые и новые, чтобы добиться хоть чего-то от компании. На что те сказали, что, ой, ну, а что вам вообще вот не нравится? Ну, как бы, участники же приходят на различные шоу, они же вот где-то появляются, они же вот что-то как бы делают вроде бы. Чем вы вообще недовольны? А фанаты были недовольны тем, что их постоянно пытаются заткнуть. Тем, что компания не хочет к ним прислушиваться. Тем, что компании плевать на группу, плевать на участников, плевать на все вообще. И да, подобная история с YG продолжается до сих пор, несмотря на смену руководства, потому что главным акционером все еще является Ян Хюн Сок, его брат. Да, вот такая вот история. Так что, кто является акционером, тот в первую очередь и заправляет компанией, а не тот человек, который стоит в этой компании как директор. Еще один человек, который попал во всю эту историю с бойкотированием из-за того, что занялся своей личной жизнью, это Му Ги Джун, участник группы H.O.T. И что же с ним произошло? А это то, что как бы фанатам не понравилось то, что он в первую очередь стал думать о себе, о своей личной жизни, о том, что у него вот там свадьба намечается. Но все-таки, как они сами позднее заявили, главной причиной для этого бойкота было не то, что он, собственно, собрался жениться, а то, как он относился к фанатам, как он их принижал, как он нелицеприятно о них высказывался, как он нехорошо высказывался о других участниках группы. И то, что он пофигистично относился, ну, например, к выступлениям, к каким-то концертам, к мероприятиям, связанным с группой, связанным с фанатами как-то, потому что ему было плевать. Ну и то, что он пытался уклоняться от налогов. Он каким-то образом, в общем-то, обходя всю систему, пытался там продавать какой-то мерчик, какой-то еще что-то, но при этом это не было сделано официально. И, да, фанатов это все максимально раздражало, из-за чего они устроили ему бойкот, чтобы просто избавиться от этого человека. А чтобы вы понимали, фанаты группы H.O.T. это просто максимально вот такие вот безумные люди, потому что H.O.T. это довольно-таки старая группа, это первое поколение кей-поп. И, соответственно, фанаты, они были прям такие... Фууууу, вау! Да, и да, немножечко такое отступление от этой истории, это то, что какие были фанаты у группы H.O.T. Вы можете посмотреть в... Ответь мне, 1994, по-моему, или как-то так. Ну, в общем, есть корейский сериал из серии Reply и God, где как раз-таки показано вот это вот отношение к группе H.O.T. И, по-моему, там как бы одна группа была H.O.T., вторая была то ли Чексакисе, то ли какая-то еще. И там вот как раз-таки показано вот это вот суперфанатичное отношение. То есть тогда фанаты были еще более безумными, чем сейчас. И поэтому, да, когда подобная вот устоявшаяся фан-база, сильный такой фандом, они вдруг заявляют, что они хотят убрать нафиг одного из участников, потому что он такой мерзкий, то это приносит свои платы. Но все-таки, когда группа так вот воссоединилась на шоу спустя множество лет, по-моему, году в 2018, фанаты уже более спокойно к нему отнеслись и не стали поднимать сильные шумихи. Ну и финалочка это Коди Йон, участник группы Чексакисе, точнее бывший участник, и фанаты этой самой группы. Что же тут пошло не так? Это то, что сначала всех вроде бы все устраивало, потому что эта группа была очень-очень давно расформирована, но фанаты все равно сохранялись. Но тут вдруг компания OIG Entertainment взяли к себе эту группу, такие, ну давайте сделаем-ка вам камбэк много лет спустя. Но собрали они эту группу не полностью, потому что как раз Ягоджи Йон, он решил не присоединяться к группе, потому что у него уже появилась собственная компания, он занялся ее управлением, всеми прочими делами, и все это приняли. И фанаты спокойно к этому относились до одного момента, пока Коди Йон не стал использовать фанатов Чексакисе и саму группу Чексакисе в своих целях, в целях продвижения своего агентства. И максимально не понравилось фанатам то, что он как бы не говорил о том, что к этой компании такое внимание, благодаря как раз-таки Чексакисе, благодаря фанатам. И когда он устроил какое-то мероприятие для своей компании, лица фанатов и их плакаты, связанные с Чексакисе, собственно говоря, были замазаны. И это все было преподнесено так, что как будто бы это люди, которые просто заинтересованы в этой компании, хотя, если бы не участник Чексакисе, всем на эту компанию было бы плевать. И тогда фанаты устроили бойкот и убедили компанию YG Entertainment удалить данного бывшего участника группы Чексакисе из информации о группе, что он вообще является частью этой группы как-либо. И тут YG Entertainment действительно это сделали, они почистили информацию в различных поисковых системах, так что, окей, этот человек больше не участник Чексакисе. И также фанаты настояли на том, чтобы сам вот этот вот бывший мембер убрал всю информацию, связанную с Чексакисе, из своей информации, чтобы он больше никаким образом не касался ни фанатов Чексакисе, ни самой группы, и не пытался продвинуть таким образом собственную компанию. Но все равно через какое-то время они заметили, что на китайский рынок данная компания вышла, продвигаясь с хештегом Чексакиса. И это взбесило их еще сильнее. Но все-таки через некоторое время фанаты просто полностью от него отвернулись, им стало плевать и на него, и на его компанию, и на все, чем он там занимается, потому что он таким образом просто предал их всех. Вот и все. Так что, как вы можете заметить, фанаты любят бойкотировать. Фанаты могут бойкотировать за любую мелочь, за любую провинность, за все, что угодно. И да, мне больше всего нравится история, связанная с Icon, потому что тут фанаты действительно думали о том, что почему группа ничем не занимается связанным с их продвижением, почему компания не занимается продвижением группы, почему компания не думает о состоянии участников, они не думают вообще ни о чем. И да, за этой компанией это как бы привычное дело, когда им на все плевать, сидеть-ка в подвале. И вот это то действительно, о чем стоит беспокоиться фанатам. Если они хотят кого-то побайкотировать, что-то поделать, то самая логичная вещь делать это в сторону компаний, которые не следят за группами, которые не занимаются их развитием, продвижением и всем прочим. Потому что, чтобы вы понимали, в ситуации с Icon, по-моему, Бобби, он даже приносил извинения перед фанатами. Вы понимаете? Компания OG Entertainment удаляет свое сообщение о том, что мы же чем-то занимаемся, наверное. А Бобби извиняется за то, что, ну, наверное, это его вина, что это вина других участников группы Icon, что они не продвигаются, что они ничего не делают. Ну, наверное, это они все-таки виноваты во всем этом, они компания. И вот это действительно неправильно. Неправильно, что участникам приходится извиняться за то, в чем они не виноваты, когда компании плевать. Ну, а свое мнение обо всем этом, конечно же, пишите в комментариях, мне будет очень интересно. Почитайте все это там с вами обсудить, а я вас всех очень сильно люблю. Там всегда наманная, я работаю на ня-ня, к вам с вами, да, ня-ня. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok